Иван Зола против хейтеров? Че блять? Иван Зола против хейтеров? Ёбани в рот, ладно, это супер походу уморительно. Привет, Бадабэм, можно я тебя сделал в full HD? Всех приветствую, вы как всегда на канале Бадабумщик и сегодня у нас один из самых интересных и самых жестких выпусков шоу, в котором блогер сталкивается лицом к лицу со своим хейтером. Ну что же, давайте ближе к делу. Подожди, стоп, он просто скопировал шоу вот этого другого кента и сделал сам... Никакой пощады, поприветствуем нашего первого гостя Иван... Супер хуйня идея, хуйка с подписчиками, прям супер хуйня. Иван Зола. Ваня, приветствую тебя. Так, давайте сразу я скипнул к моменту, когда он будет все-таки садиться и действовать с этими, с злобными зрителями. И на данный момент... Так, тихо. От одного... Да. Выбери одно. Девять. Девятое. Уход из медийки. Вопрос следующий. Планируешь ли ты закончить со своими медиками, поскольку жизненный цикл твоего проекта уже... Блядь, я, знаешь, сейчас подумал, что... А смысл вообще Ивана Зола звать на данное шоу? Ну, просто есть определенные вопросы к нему, в плане... Он же тебе не ответит адекватно. Да даже если ответят, то вполне вероятно, через 5 секунд его мне не поменяется, потому что он сам за ними следит. Он, ну, типа, он без рофлов, ну, вот такой чувак. Смысл тогда задавать ему какие-то вопросы? Давным-давно закончился, и на данный момент где-то никаких у тебя перспектив в дальнейшем развитии. Слушай, я что-нибудь придумаю, а проектов еще много в будущем будут, фиты тоже будут, просто храню еще в секрете. Буду из медийки, если я умру. Те же самые продюсеры, получается же... Ебать, это что за ебать, вы не видите там или на чужом сидит? Есть контент, который ты производишь, он не является твоим. То есть он является продуктом командной работы, и ты не обладаешь никаким авторством его, так? Сука. Но если у меня будет продюсер, то... Я буду твоим продюсером, Аван Золом. Обязательно, ну... Все, все будет. Что значит, появится? Это получается, сейчас у тебя никого нет. Бля хуня! Сейчас меня все кинули, все, оказывается, ну... Я тебя кинулся, что Аван Золом? Дружили со мной ради хайпа, ради денег. А ты пытался разобраться, почему люди тебя кинули? Могут быть, ты их как-то неправильно понял. Бля, чел, сука, почему этот... Бля, кто по-залкипелого? Конфликты. И не считаешь ли ты то, что одна из проблем закрыта в себе? Были также конфликты, и много кто меня обманывал. А можно поподробнее? Обманывали в смысле по экламе, по деньгам обманывали. А кто эти люди? Каша. Он, например, 100 тысяч рублей не отдал, да? Кто был? Ну, перечисли, пожалуйста. Ну, Никоглай, Алекс Квет. Это твой менеджер? Да, был мой менеджер. Ой, все-таки был. Кто бы мог подумать, что он тебя кидал? Я даже подозр... Это помни тот самый Кент, когда мы еще увидели первый раз, такие, бля, это же чел, ну, который, очевидно, используют Кента. Пока он не ушел в армию. А, почему-то... А, он в армию ушел. Так он, получается, никуда и не слился. Ты не занимался своей собственной рекламой. То есть ты отдавал это полностью своим менеджерам, чтобы они с этим разбирались. Когда в тот же самый момент ты не контролировал ни процесс, ни товар, ни услугу, которые рекламировали. И, соответственно, чем это публиковалось в том, что он на телеграм-канале. И, по сути, ты нес за это прямую ответственность. А после этого ты начал перебраться ответственность в то, что это менеджер не смотрел, опубликовал. Когда в тот же самый момент выходит то, что всю ответственность за данные мероприятия несешь ты. Ну, так очевидно же, что менеджер должен фильтровать рекламу. Была такая реклама под названием... Это зацензуйте, пожалуйста. Такая вот реклама. Я думал, что я мужчину рекламировал, а не вот эти вот. Поэтому вот так. А насчет, Ваня, смотри. Котики, котики. По поводу запрещенки мы в целом обсудили. Ты говоришь о том, что вина не на тебе, вина полностью на менеджере. Правильно? Смотри, ты не был до конца осведомлен. То есть ты считаешь, что это ошибка менеджера. Ты в этом абсолютно не разбираешься. Следующий вопрос. Почему ты тогда не предусмотрел реклам-скан? Блядь! А почему Иван Зола, сука, не написал книгу? Я не знаю, ребята. Ну вот правда. Вот почему Иван Зола это не предусмотрел? Иван Зола, блядь, предусмотрел. Блядь, а ты не думал, что есть проблемы определенные? Да не знаю, блядь, мужик. Ну ты знаешь, какой-нибудь более крутой вопрос? Ну вот, допустим, Иван Зола, а давай-ка нахуй закономай сюда быстренько мне на стол. Не, ну а хули? Ты нашел, блядь, блядь, это пиздец. Надо же было придумать Ивана Зола позвать на подобное шоу и задавать такие вопросы. То есть ты рекламировал Ракету, ты рекламировал Казино, ты по-моему даже стримил, ты же против этого, по-моему. Да, я против Казино, но менеджеру я постоянно отказывался, отказывал, но почему-то он мне самому отказывал, что мы должны это рекламировать. Я такой, ну ладно, порекламируем, и собственно прорекламировали, и собственно Екатерина Мизулина заметила, что я рекламировал, и занесла меня в Эстер ненадежных блогеров. Очень пытаюсь, как... Я же пил, сука, ненадежные блогеры. Это вычеркнуться из этих ненадежных блогеров. Выйти со списков. Да. И каким образом ты хочешь выйти с этих списков? Найти, например, где-нибудь... Ненадежный 2004. В каком-нибудь Екатерину... Ну, в каком-нибудь месте Екатерину Мизулину. Найти каком-нибудь месте Екатерину Мизулину и просто, бля, объясните, что я надежный. И собственно с ней договориться. Каким образом? Ну, типа, здравствуйте Екатерина Мизулина, а мы можем с вами договориться, чтобы вы меня вычеркнули из-за рестера ненадежных блогеров? И она, возможно, такая, да-да, Вань, мы тебя исключим. А потом вы с ней такие, пойдемте танцевать? Она такая, конечно, давай. Я очень хочу этого прямо сейчас. И они в этом белом танце кружимся. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Вот это все начинается. Вань, надеюсь, вы встретитесь все-таки и поговорите. Давайте следующий вопрос. У тебя есть еще вопросы или ты потом? Потом. Хорошо. Ваня, смотри, у тебя сейчас очень сильно медийка упала, да? Почему ты сам не пытаешься что-то крутое придумать, а все время пользуешься какими-то другими людьми? Бля, странно, что про других людей говорит челок с башни, как у Хесса нахуй. Там Никогла, вот сейчас Бадабум. Ты сам не можешь ничего придумать? Я пытаюсь что-то придумать один, но почему-то этот формат не заходит. Сейчас я создал новый YouTube-канал и... Бля, так это же тот самый чувак из Эри Арнольда. Подожди, реально, он вырос, ща. Вы поняли? Это он, сука! Ты сам не можешь ничего придумать? Я пытаюсь что-то придумать один, но почему-то этот формат не заходит. Он вырос! Сейчас я создал новый YouTube-канал и буду там делать видеоигры, монтировать их. Если это тоже не зайдет, то я буду еще думать. Но мне почему-то, когда я один думаю, ничего не заходит. Поэтому мне приходится искать людей, чтобы они мне помогали. Ибо... Ну, 116 IQ это хорошо, а вот 216 лучше, да? В дуэте я почему-то людям больше интересен, чем один. А может, тебе стоит поменять немножко формат? Ты делаешь своим какие-то трэш-контент, да? Ну, грубо говоря, и с людьми, и такими общениями. С трэш-контента я давно ушел и пытаюсь как-то делать более спокойный контент. Слушай, Ваня, а не находишь, что в некоторых моментах контент, хоть он не трешовый, но он кринжовый достаточно? Да. Говорит Бодобурчик, блядь. Ладно, это великолепно. Такое есть, но я пытаюсь как-то уйти с кринжа, и, собственно, что? Пытаюсь как-то нормализовать свой контент, чтобы кринжа там не было. Что в твоем понимании нормальный контент? Ну вот, типа, как ты делаешь, Бодобумчик? Вот там прям вообще супер офигенно. Вот не то, что Ивана Зола, вот... Нормальный контент... Я даже не знаю. Нихуя. Я думать буду. Давай, Ваня. У тебя есть время? Что в твоем понимании действительно нормальный контент? За что тебе не будет стыдно? Например, ну... Сделать контент по гоночным машинам. Ну вот как Вилсаком брал макбук и колесики к нему присобачил, начинал кататься. Вот это я понимаю контент. Короче, ну чувак думает как Вилсаком. Если что, вот такие и смотрят его. Формат, который может набрать? Да. Хорошо. Следующий. Ваня, такой вопрос к тебе. В каких странах России? Блядь, вот я шучу, а вдруг реально Вилсаком запишет видео Роек с Иваном Золой, и они будут кататься на макбуках? И ты был. Ну не в странах России, а в городах России. Это то, что я сказал, это ошибка была. Иногда я ошибаюсь, это бывает. То есть, подстебать тебя не получилось, ты подготовлен пришел? Да. Уже успех, хорошо. Ваня, назови топ-5 кринжовых блогеров, поставив себя на первое место. Что поставить? 2 топ-5 кринжовых блогеров, поставив себя на первое место. Ну я себя не считаю кринжовым блогер. Да кринж это вещь на самом деле субъективная. Какая-то вещь для человека кажется, ну типа знаете, бывает вообще разный кринж. Бывает кринж, и ты такой блядь, что за дерьмо, чувак отебись. Бывает кринж, и ты ржешься этого как бешеный. И как бы это кринж, но вроде бы смешно. А бывает кринж, это ну такой, знаете, субъективный. То есть, когда одни человека воспринимают это кринж, а другой нет. Ну вот такая хуйня. Ну то есть ты сам сказал, что ты снимаешь кринжовый контент. То есть ты кринжовый. Да, но я скоро уйду, так что я себя... Ну то есть на данный момент ты кринжовый? В данный момент я не считаю... Я когда-нибудь уйду. Я себя кринжовым. В будущем я буду самым адекватным блогером. Да кринж это неплохо, блядь, я не знаю. То есть, походу пошла вот эта новая волна из-за некоторых блогеров и все такие, бля, кринж это плохо. Да не, кринж это неплохо. Вообще не на какое. На шестое. Ну смотрите, вот я могу... Вот смотрите, вот вообще кринж это вещь, про которую можно говорить по-разному. Вот смотрите, то, что Гитлер проебал в войну, это же ебать? Ладно, ладно. Нет. Ну хорошо, тогда назови просто топ-5 кринжовый блогер. Топ-5 кринжовый блогер. Пятое место. Йенина. Четвёртое место. Петров. Третье место. Корейка. Второе место. У тебя какая-то любовь к людям с нейтрализационной ориентацией, я так понимаю, да? Сейчас, второе место. подумаю. Поставим маразма. Первое место. Никоглай. Почему? Ну, скажу так. Никоглай меня обманул на 200 миллионов рублей, и он... Да, он просто не успел ее выиграть. Ебать, ты гений! Я не проиграл, я просто не успел выиграть. Уехал, конечно, в другой... Мне кажется, ты вообще под каждый момент генерируешь подобные фразы. Скоро-то на фотосессию, и больше он не вернется. Я понял. Ну и последний вопрос. Ну да, 200 миллионов, ребят. Насколько ты оценишь свои танцы в ТикТоке от одного до десяти? Угу. Шесть из десяти. Очень высокая отметка. Угу, спасибо. У меня... Что, было же 20 лямов до этого, только сейчас допер. Он же в другом интервью говорил, что он 20 лямов наебал. Откуда 200 взялось? Такой вопрос. Вообще, как ты оцениваешь... А, уже 200 на счетчик поставил? Красава. Своё музыкальное творчество, в плане вот... Считаешь ли ты это кринжом, над которым можно посмеяться, или считаешь ты это каким-то искусством невероятным? Первые годы, да. Ну я, допустим, в своем случае считаю, что это какой-то... Ну пока что это кринж, на котором можно просто посмеяться, такой веселый. Ну мне кажется. А мои песни были какими-то смешными, но сейчас, в данный момент, я стараюсь как-то выйти из этого смешного образа, то есть сломать его. И, собственно, пытаюсь... Пытаюсь как-то сделать серьезные... Писать какие-нибудь серьезные текста. Серьезные текста от Ивана Зла... А есть примеры, кстати? И, собственно... То есть, по-твоему, трусы в трусы, это серьезные текста, да? Это было в прошлом. Это было в прошлом. Это было полгода назад, я изменился, ребят. В прошлом. Я уже вслед за другой человек. Раньше было вот так, а теперь все будет по-другому, ребята. Больше такого не будет. А есть ли у тебя сейчас какой-то текст серьезный, который ты бы мог сейчас вот зачитать и поспеть? Да, есть. Давай, давай. Но, к сожалению, он еще разрабатывается. То есть, не ты его пишешь? Создавалось год назад, и я до сих пор ее не... Ну... Трусы в трусы. Не выпустил, потому что прав у меня нет. У тебя, может, есть... Прав нет. Сука, замерз. У меня нет прав? Текст. Да, в бою. Какой нахуй мужлан мне прав? Ты вообще мудак. Сука. Ты че вкинул? У меня есть песня. Может, ты смог бы озвучить пару строк, чтобы мы послушали и глубились в творчество? Да, конечно, есть. Ну давай. Я нашел серьезную песню и зачитаю пару строчек. Это текст твоей будущей песни? Да. Хорошо, давай пару строк. Новый день, новый стиль, новый трек, новый слив. Ты хотел шутать бабло, поздно я забрал их. Как дела, как дела, это новый кадилак. Делай золо, делай золо, делай в стиле, прям вот так. Ну, блядь, оригинально. Новый день, новый стиль, новый трек, новый слив. Ты хотел шутать бабло, поздно я забрал их. Раз, два, три, хоми, посмотри. Чекни все наши хиты. Я со Светой Solar Fax Solar Fax Она со мной как доллар бакс Блядь, может спиздите там текст и свой трек сделать? Позвоты, хуми, посмотри Чекни все наши хиты Я со Светой Solar Fax Она со мной как доллар бакс Смотри, вот ты сейчас нам показал текст своей новой песни И там вот я заметил такая строчка Я со Светой Solar Fax Как это вообще происходит у вас? Ну ебется Это, знаешь, намек на то, что я может быть Скоро с ней подружусь опять То есть помирюсь То есть, по-твоему, я со Светой Solar Fax Это значит что-то вот к примирению, да? Ну да, да, да А ты знаешь, что это значит? Так, ребят, я после этого ролика иду записывать трек по этому тексту Мне похуй Если ты такой умный Да, 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 зачем нужны гастрайтеры Когда Иван Зола сам весь свой контент вываливает Прям в шоу, ха-ха Скажи Так а как ты тогда писал песни? Я вот свои тексты никогда не читаю Потому что понимаю, кто-нибудь может их спиздить С глубоким смыслом, если ты не сам не понимаешь А это не я писал Короче, мне этот текст писал один человек Не будем к... Что? А этот... А это кто-то писал? Покажите мне этого человека Как говорить кто? И, собственно, этот текст он заказывал Смотри То есть он еще у кого-то заказал его? А ты... Там есть строчка по поводу Светы Solar Ты же сказал, категорически я с ней не буду общаться и дружить Ты же с ней... Блядь, ребята, если хотите, ну, тиктокеры, я могу стать вашим гастрайтером Я, конечно, охуево пишу текста, но походу я талант Ну, типа, вот смотрю просто на то, что вам продают Я готов вам, ну, написать Серьезно Вот сейчас, вот сейчас специально для вас Я напишу вам текст Тебе Смотри, смотри Рэп Иван Зола Флаг Флаг больше наебали Мне так мало Я хочу к маме Ты думаешь Решают бабки? Да, сука, ты прав Решают бабки И дальше ты такой начинаешь Врезаю с тебя Мой кулак пизда Ты хочешь, мой член Член, кричи, как абориген Это новый ген Люблю комиксы Икс ген Я росомаха Мой острый член Влезает в тебя От него у тебя мигрен Десять тысяч рублей Я негативно настроен полностью Ну да, может быть, будет какой-нибудь момент, когда Все встанет На пиро похоже, так я ему текста пишу Нет, нормально И, собственно, опять же Если что, я к Семерову напишу текста, я вообще всем пишу Катя, знаете, мое второе имя? Я с ней помирюсь Вот смотри Вот есть как бы имя РКФ Там пять букв А есть Тинт Тоже пять букв Не задумывались? Ты сейчас сказал, что ты думаешь, что ты после этой песни с ней помиришься То есть, получается, ты заказывал текст И попросил человека, чтобы он написал что-нибудь романтичное, да? Чтобы с ней помириться Ну, типа того Да, ну, получилось не очень, если честно Знаете, я еще кому писал текст, да, сейчас вам врублю Типа, одного кента Он реально по моим текстам сделал песню Сейчас Я вообще делаю что хочу Это я писал Я написал, типа Ну, он такой Он по-русски плохо понимает Поэтому я через переводчик ему все объяснял Акцентик есть, но я старался, правда Чтобы он, ну, типа, по вайбику был Честно? И такой вопрос Последний вопрос от меня Что для тебя вот любовь? Вот, как бы, любишь ты сейчас? Любил ли когда-нибудь? Был любимым? Ммм, сейчас? Сейчас у меня даже девушки нет, чтобы любить А была когда-нибудь, может, или там Или не девушка? У тебя была девушка, чтобы любить Даже если была, то постановочная Трусы в трусы Постановочная девушка Постановочная женщина Ты моя девочка-женщина Ты постановочная грешница Бля Ну, без трусов было А хотя было Трусы в трусы с иной фанчицей Ёлочкой Вот, я тебе теперь так скажу Вот это, значит, факс, Ванечка Все Но это была постановка Ванечка не могу, мне нравится Ванечка не начал плавить, пиздец Вечь зашла про Свету Солар Что же у вас все-таки с ней? Со Светой Солар у нас просто была дружба Но Света, она такой Замкнутый и закрытый человек Она как раз Ну, слушай, по ее фотографии Мне скажут, что она особо закрытая Функция в замке никуда Блядь, вообще Не выходит Вообще не выходит А когда есть контент То она резко выходит И начинает гулять там Делать разные вещи И, собственно, искать разные места Ты можешь... Бля, блин, обожаю нахуй Ты можешь посчитать то, что она тебе использовала? Я скажу так Да Использовала То есть на 100% использовала Тогда зачем ты пытаешься с ней помириться, чайл? Ты не думаешь о том, что она тебе дала? Да А что она мне дала? Я не знаю, что она мне дала Ну, по-моему, если бы не Света У вас не было клипа, трека И дальнейшего контента в ТикТоке Потому что, когда я заходил в рекомендации Снимаясь со Светой Соллара Соллара очень много было контента Хорошо Обдумаю, обдумаю Вань, была бы тут Света Соллар Ты бы воспользовался своей битой? Нет Я бы не воспользовался своей битой Потому что я не... Я бы воспользовался своим членом И у девочек я... Ну... Не этого улыбня То есть я не слабый Чтоб бить девочек Ну тогда, блядь В этом прикол Ты чего, мужик? Снова у меня микрофон Смысл их пиздить, если ты слабее, чем они? Ваня, смотри Ты говоришь, что тебя все используют Никоглая тебя использует Все твои бывшие друзья используют, да? Но, тем не менее При первой встрече Первом знакомстве Со всеми блогерами Ты спрашиваешь, у кого сколько подписчиков Не считаешь ли ты, что ты всех используешь? Они тебя используют И как ты относишься к людям Так и относится к тебе Осилил бы Ванька и Бодобума Бля, Бодобума я бы точно не осилил, ребята Ну, кстати, чё, Пежо И Ванька бы, наверное, не осилил В чём плюс использования? Смотрите Не, просто... Ты говоришь о том, что тебя все используют И как бы ты на это давишь И ты вызываешь жалостью Тебе скажу плюс Блядь, я учила вижу Из ноги торчащую мошонку Или... А, не-не, это не мошонка Это просто... В том, что тебя все используют И как бы ты на это давишь И ты вызываешь жалостью Тебе скажу плюс использования минус использования минус использования то что происходит обмане обманывание всякие вот эти вот и всякие всякая дичь ну мошенничество иногда происходит плюс использование в том что больших как думаешь ван золо похоже на гитлера и посмотрим так можно по-быстрому проверить типа сейчас в сторону вот допустим вот так че по-быстрому проверим что это это не проблема вообще у нас частью есть такая вещь под названием photoshop поэтому мы можем по-быстренькому все это ну придумать не не вылетай не вылетай пожалуйста а цифры и собственно это все то есть из того что тебе тоже ударили большие коллаборации используются людей нет это было у них этим уникала я у меня не действует такое у меня есть на и на это в голове защита какая там типа ним такое появляется какой-то шапочка или вот эта красная страна защищает ее нет 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 мое обдумывание обдумывание мозгов обдумывание мозгов я понял вопросов нету ладно слушай вот мы все знаем что ты знаком с дашей корейкой да правильно хотел ли бы ты сделать трусы в трусы с ней нет смотри раньше я как-то дружил с дашей корейкой потом скажите пораньше когда она была парнем туда было бы заявить сейчас как-то уже не очень у меня ну стал опытнее и как ты знаешь я проснулся и ну вспомнил нет ощутил 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 что прикосновение трусы в трусы а шутил такой и говорю себе ну пойму в зеркало с кем я стримил я же не люблю трансгендеров и осуждаю нахуй такие вещи баня ну ты посмотри она сейчас сделал ряд классической операции выглядит неплохо ничем не хуже чем ты ты считаешь это нормально встречаться с человеком который раньше был мужиком я не буду никак комментировать скажем так пусть лучше знаете кто прокомментирует пусть лучше прям комментирует наверное вот этот человек так значит что вы думаете про трансгендеров вот видно что-то молчит ну ладно потом лагает дискорд ваня всякое возможно я считаю это не нормально как вы можете доказать что вы не слабоумный смотри сейчас это очень тяжело во первых слабоумные не умеют нормально разговаривать во вторых слабоумные ездят на колясках то есть ваня подожди в твоем понимании слабоумный человек это человек который передвигается без своей помощи на коляске ну блять на самом деле вот смех смехом а ведь иван золо что-то близок артему граф по многим сказал как бы обойти это давай ваня подумай вань вот только что сказал это те люди которые не умеют разговаривать но ты сам допустил только что ошибки в разговоре так все заново это не записываем это перемотали все я не считаю себя слабоумным потому что все кто говорят что я слабоумный это темная зона интернета я в темной зоне интернета блять ебать ты он в логове но превращается это хуже худше бля темная зона интернета это новый мем да то есть до этого был низший интернет теперь темная зона блять интернета а то есть это люди которые мне просто завидуют что я быстро хайпану чувак вот именно только в этом дело правда то есть ни в чем другом поэтому вот так и что еще я не человек не не слабоумный умном у меня много айкью 2021 году конечно у меня было мало айкью ну к счастью он типа ну умеет его копить поэтому 2023 ему набралось побольше ребят это называется финансовый менеджмент блять айкью я не знаю потому что коля никоглайн наш ну а позори у меня в твиче на 200 200 с кем с чем-то на курсах и вырос удобненько получился акции актив подросли и собственно что у меня прибавилось айкью в 10 тем лучше так сколько то есть я опыт опытнее и сильнее и умнее да то есть я не знаю сколько у меня айкью но у меня много раз уж резать ты сколько не говорю в деке на один раз больше лапа и кью такой вопрос не так давно где-то около года назад у тебя был стрим где ты рисовал в этом приложении люди должны были угадывать что ты рисовал правильно и я видел очень много нарезок в тик токе где вот они каким-то непонятным образом ты еще ничего не нарисовала не угадывали ты вообще как можешь это сейчас объяснить сейчас у тебя и кю побольше как ты можешь это объяснить почему-то не угадывали когда ты как бы ничего еще не нарисовал то есть поставил камеру туда а рисунок был здесь ну а зачем ты это сделал это вот из-за того что у тебя было меньше айкью год назад это смотри было для нарезок я придумал собственно гениальный план поставить камеру в другую сторону а рисунок чтобы был здесь а то есть смотри ну кстати я в это как будто могу поверить вам надо признать просто что я уже как давно гений рофла я просто надо признать что и гений рофла можно так же вы договорить чат признаете уже к что я не придумывать собственно говоря рофла ну траст гений рофлов давай гениальный рофл сходу на импровизации может быть какой-нибудь анекдот где я послушал анекдот сейчас может пропустим это не ну ты же гений рофл я уже типа игру я текст написал я буду после вот этого интервью делать песню по твоему тексту поэтому сейчас нужно еще больше текстов больше анекдотов больше приколов больше рофлов ну данный момент я просто немного сегодня устал и в данный момент у меня в голове ничего нет давай на большой онлайн анекдот про пенек а чё вы хотите не был про пенек но я сразу говорю да про пенек он очень необычен вы чё хотите реально тут про геню ладно ребят сейчас будет анекдот про пенек смотрите получается без лизируйте самое главное погружайтесь в этот мир лес стоят две красивые сосунки каждое животное пробегая мимо них не могла оторвать взгляд каждая девочка проходя мимо них смотрела и такая вот это сосунки вот они красивенькие хорошие люблю вас сосунки а рядом стоял маленький трухлявый пенечка злой противный мерзкий и характер у него был найти такого вот вот там хочется дать ему чипалаха и стоял он между этих соснах смотрел он смотрел на них и злился ненавидел этот мир ненавидел его хотелся таким же и тут неожиданно открывается барбершоп для сосен пенек посмотрел на это и понял вот оно вот оно я изменю свою жизнь я стану красивым как они я стану нет нет я даже стану лучше круче умнее сильнее я стану сверх сосной все посылал сосны харклоном в ебаных я пошел в барбершоп вернусь и я стану самым красивым он вырвал корни из духа не так разъебывается этой хуйни ну вот это легендарный анекдот про пенек ребята что в данный момент у тебя ничего нету в голове а я как раз пришел к тебе с подарком ну-ка можно ли пройти я решил тебе принести то что не дала природа вообще понимаете насколько тупой бизнес барбершоп для сайсон у тебя нет клиентов блин байль а еще можно воспользоваться сейчас его тебя иван не благодарите пожалуйста я бы встал но тут больше людей и они бы тебя я бы встал но мозг не разрешает мне делать два действия сразу сейчас тебе защищать давай подвинься но youtube конечно такой не пропустят но этим дам последний шанс поэтому извини так ваня у меня вопрос почему ты считаешь платформу твич черный потому ты чё малой берега попутал ты повтори еще разок мне в глаза смотря ты чё-то попутал а осуждаю тебя сук недроссель потому что тебя просто обманули там стримеры отчего такой вывод одобряю смысле ну блять типа я зачем вот этого чувака я за этого чувака не за того тот дурак смотри я поддерживаю одну такую деятельную женщину екатерины мизулина то есть я как и она поддерживаем правила безопасного интернета то есть то что она делает я обожаю то что она делает мне нравится когда народ отправляет типа это мои артики спасибо вам за арты очень красивые я уже не экламирую если бы если бы ее не было продолжал бы и кланировать казино и просто и блин почему я не рекламировал казино к вон золо я тоже хочу быть богатым успешным и крутым возможно у меня и кью было бы больше поддерживаешь потому что она никого я отправила там подальше и они из-за этого нет но еще у меня к тебе есть вопрос ты но это же вообще 6 когда называл кринжовых блогеров ты сказал что маразм кринжовый блогер хотя он все рассказал по фактам я с ним согласен не знаю я считаю что он меня этими словами ну как-то отдел и я считаю что там все вся информация из воздуха еще у меня вопрос когда ты стремился никоглаем с вами еще снимался амина тендерлибай что сейчас какое у тебя отношение к ней и вы как-то так и разошлись даже непонятно что сейчас последний раз я встречался с амина тендерлибай на бабу фесте собственно с ней встретился ну там пообщались попросил у нее контакты но к силению она отказала ну да да бы у нее есть какой-то негатив к тебе или вы как-то просто не общаетесь вот просто в чем причина почему на тебя как думаешь не дал контакт ты же не общаешься с никоглаем только потому что что я был с никоглаем она не даст мне контакты и больше не будет ты же против никогла почему она так решила это очень странно конечно ладно спасибо слушай когда уже купишь кроссовки со шнурками слушай насчет шнурков мне к желению лень а зачем вообще родители меня учили завязываю шнурки не получилось было больше байкью конечно получилось бы попробую еще раз то есть но я учился у своего друга ну его кстати за вызвали паша и у него тоже не получилось я то есть так ты как-то последний раз видел пашу а неважно не подожди если паша техник который объебанный приходит и пытается взять шнурки это не считается очень важный момент стоп это другу не подожди стоп-стоп-стоп-стоп паша техник не считается паша техник я тоже учил блять причем фотографию паши техника которую нигде нет там короче стоит руслан крэйзи мега хэл с пашей техникой паша техник просто здесь снимает эти штаны и че-то хуй показывает в кадре то есть по факту видел член техника ну так-то не знаю если смысл этим гордиться но по факту на фотке видел азову шнурки но к сожалению меня тоже не получилось ну и в итоге я забил у меня родители учили а мы пенис достойный ребят скажу вам сразу пенис достойный мне было как-то ну лень ну и собственно вяжу шнурками некогда фиолетово окей а сколько ты еще будешь папинка папинким сынком так сказать а за мной папа давно не следит я ну да да мы особенно стриме каши бы не сказал не она реально за мной не следит то есть я все сам делаю я не верю про привет ваня наблюдая излишнюю гиперопеку со стороны родителей назревает вопрос разрешают ли тебе родители чего-то что-что но слушай я ухо там было взрослый там бухать и трахаться если когда-нибудь найду себе девушку от рака создам себе он лифанс чё я безов в это говорю чтобы делать с не жесткая джага джага а какой твой идеал девушки знаете ли вы таких гик людей расскажи поподробно гик люди это те которые любят киносериалы комиксы и косплеерство вон как та девушка в синим если мне когда-нибудь будет девушка вместо нее я пошлю ее работать на завод а я буду собственно продолжать блогерство ты думаешь что женщина должна работать в семье а мужчина отдыхать я думаю что ей будет ну как-то знаешь лети вообще представьте жизнь вот девушки с иваном зола ты работаешь на заводе возвращаешься и ебешься с ним для он лифанса и так каждый день я а нет я ее уговорю не вообще по моему охуенно кстати говоря реально сидишь на заводе возвращаешься дома и ждет чувак с огромной битой с высоким айкью по моему охуенная жизнь девчонки забирайте смысле уговоришь как и ну какими-нибудь словами я и точно говорю чтобы она работала вместо меня а я блогерство то есть ты будешь отдыхать да она будет работать тебя обеспечивать зачем ты хочешь создать себе он лифанс чтобы с этого жестко хайпануть и заработать денег не легче ли послать девушку работать на он лифанса ты будешь блоге стоить но можно и типа и так и находишь монетизировать относишься к этому хочет монетизировать именно своем поняли тому чтобы я жду тобой девушка была разница в возрасте в плюс пять лет отношусь к этому я плохо я не люблю девушек которые повидали больше меня пять лет повидали больше меня и война соло тем временем кругозор вообще огромен он знает все в этом мире или даже меньше меня девушка должна быть либо на год младше меня либо родная равномерно со мной либо старше меня на год а что ты имеешь ввиду по насчет повидали больше чем ты ну то есть она прожила больше чем я это единственный фактор который тебя смущает то есть да если ты на 5 лет старше что ты все не подходишь ивана зола да ваня а если она будет 30 детственницей то есть на 30 больше лет старшим чем я на 12 но будет детственницей это уже педофилия что подожди то есть на 30 на 30 больше нас 30 лет старшим чем я на 12 но будет детственницей это уже педофилия подожди вану золо что 15 лет может вам 20 где-то нет а что если мужчина на год старше будет а если мужик то я не гей а если бисексуал я натурал я по девочкам смотри на каком-то из своих интервью ты сказал о том что ты это вообще такой пиздец я не помогу когда душишь своего удала это правда и это чтобы чтобы людям было смешно а на самом деле я не душу удала мне это не надо почему у меня же нет змеи чтобы ее душить ну слушай ну тут девочки просто ну бывает бывает и иногда там разгоняюсь под 200 100 километров в час и надраиваю вот я сейчас дру пошутил а говоришь что я не умею рофлить так ты пошутил и правду ты надраиваешь я пошутил я не этого есть малыш на драйве есть иван на драйве каждый день делать вот так вот мы через день может быть ваня смотри у тебя есть клип трусы в трусы называется да и там у тебя есть некоторые проблемы с подмышками нибудь этом не брит и ты вообще следишь за собой за своей внешностью а подожди батя звонит и у меня на съемках я я с его назову на съемках а кто-то папенькин сынок я как в тему сейчас не на по факту сейчас пацанчик реально поел говна у меня один простой вопрос не был а это не бать ландрофь это реально тупой или нет я умный так что не волнуйтесь у меня большой а кью у него большой а кью бикайка ну давай а кто у тебя папа прокурор да а он кстати вот слушай мой папа кстати тоже разговаривает вот так ёбаный в рот все отцы разговаривают вот так если чё блин за твоими вот этими вот хотя именно они если чё будет рассказывать о кринже ивана зола ну мы просто напоминаю а званиями и он очень негодует он из меня штаб готовы вписать на 9 и тебе вписать готов ну если что у меня бита так что залубимся да короче по поводу подмышек то у тебя есть какая-то проблема с геологичным у меня и просто есть такое мнение что нет не мнение а просто мне леник сбоевать то есть сейчас у тебя тоже не бритые подмышки ну кстати я прекрасно понимаю иногда не хочется сбивать просто впадлу да бери ты бои ты конечно я слезу за ним но то же самое типа жопу брить постоянно типа иногда хочется на не хочется и попа актуальные вопросы кто типа по настроению бреешь жопу то есть какой блять сегодня хочу ну чтобы было решето или не хочу что было решето ваня тебе не кажется что у тебя маразм смотри у меня маразма нету мне еще не 70 лет чтобы разматить я такого ума короче нормального ума и еще понимаю что как говорить вообще не похоже честно говорю да что такое ваня не волнуйся отвечай грубо ты понимаешь ты тут хозяин это гости твои отвечай да не плод иди сюда ты позвал даника просто как защиту свою мне нужен всего лишь один ответ и все его больше не будет доник я цене желающие такого брата доник только да не кажется что не очень разумно звать человека который кринжовит тебя как защищать тебя кто такой даник я что ты хоть ты хоть одно умное слово знаешь вообще все понятно 2 маразматика здесь сидят ваня если вы ты был геем то когда камин аут а что это нокаут что такой камин а как похож на кого-то эксайла только почему-то ну который как-то от бабушки приехал когда ты признаешься всем что ты гей никогда я не гей ваня доник новый никоглай для тебя знаешь не похожи никоглай внутри алексей от бабушки манипулятор и всегда умеет манипулировать людьми собственно своим голосом он завораживает да не потом ну дружелюбный хороший сосед ваня слушай такой вопрос вот у тебя медийка упала да сейчас но ты не на пике своем может быть это потому что у я не на пике я стараюсь как-то продвигаться и искать но и собственно иногда хорошо получается но потом происходит что-то резкие какие-то обманы я зачем он пришел бы шел просто посидеть ничего так по какому принципу ты выбираешь вообще друзей характеристики чтобы не матерился но просто сел желательно не пил не куил и собственно тогда все пошел бухать ты сказал то что хочешь в своих отношениях отправить девушку на завод и зарабатывать деньги блогерством а тебе не кажется то что это и это немножечко не получается я согласен я согласен я согласен я согласен полностью типа ей надо закрыть рот ван золо все правильно сказал зарабатывать деньги блогерством если тебя дальше продолжают на везде все подряд практически как ты говоришь и получается твоя девушка должна при этом будешь проектовать как бы свои средства и доверять людям которые ну по сути делать тебе хуже не ван золу просто сигма что-то говорю типа в этом все все тема на них они не могут уловить то что есть люди которые живут по ранкам а есть люди которым не нужны рамки я думаю что ближайшем будущем люди перестанут уже обманывать меня потому что ты серьезно я серьезно но потому что они уже им это надоест ясно удачи я так считаю я не понимаю иван золо одновременно как будто сигма с другой стороны он зяблик я просто не понимаю и мне кажется вот у него знаете как двулики из бэтмена это вот эти многое объясняют почему я половина лица перекосоебина то есть он одновременно такой о я добрый я хочу спасти готова а другой трахать 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 вот типа реально есть такое ощущение я просто думаю что те люди которые обманывали когда-то меня или даже не встречались со мной просто реально харви дент блять серьезно вам говорю слеют и осознаю что это вот просто ну представьте вот так проведите полосу неправильная идея ну обманывать людей то что с ними про с отклонениями не может быть иван золо с отклонениями я в это никогда не поверю по нему же видно это абсолютно здоровый человек реально абсолютно здоровый как ты вообще об этом мог подумать что он с каким-то отклонениями ты еще скажешь что в детстве у него что-то произошло эх блин ребята ну зачем вы наговариваете то скажи скорее всего зависть вот эта типичная жидкая зависть понимаете ребята человека 116 айкью вложился два года назад и теперь вот завидуете его принижаете за может произойти какая-то карма но ты же понимаешь то что это вообще какая карма ты серьезно люди которые как раз таки и повзрослели они выкупили приколный от тебя в этом плане я думаю просто потому что не повзрослел еще ты и тебе нужно понять то что в любой обожаю короче когда человек сидит задвигает какие-то моральные телеги причем сама не будучи взрослым человеком но извините типа 20 лет и даже 25 я не считаю взрослым человеком и что это очевидно сдвигать моральные телеги человек с отклонениями то что за хуйня вообще ну ты просто не понимаешь ты еще маленький да реально дело только в этом человек будет пытаться тебя в любой сфере в которую ты лезешь просто потому что в определенные моменты ты выгоден этим людям понимаешь я что-нибудь придумаю что-нибудь придумаю ваня что ты будешь делать из соцсоции взрослым ровно 28 нет вообще вообще мне кажется человек всегда взрослеет ну типа это логично потому что это логично что взрослеет всегда это правда он же всегда взрослеет он никогда не будет таким же как в прошлом году но я говорю про более такие конкретные вещи он вспомните себя допустим годовалой давности где-то даже двух двухлетней давности вы такие думаете ебать я был ребенком да ебать я долбоеб кончены но господи как я мог делать те вещи или иные посмотришь на более большой промежуток там 10 допустим лет ты смотришь думаешь господи это вообще какой-то кринж чел что за хуйня так вот это говно не останется не становится и после 25 лет и даже 28 будешь сидеть думать блять как год назад коже я уебан был это всегда так это всегда поэтому в теории ты всегда будешь взрослее себя прошлого да это звучит очевидно но вот здесь тоже если твоя девушка которая будет работать на заводе тебя тоже не волнуйся на то есть полиция она будет и полиция будет искать мою мою день это кашу полиция она закану типа ты и сам отдашь деньги потому что ты типа и доверял знаешь на самом деле с будущей девушкой стоит познакомиться поближе где она живет где ее номер телефона как зовут ее родителей и собственно можно узнать так ближе девушку если она меня обманет то все можно родителям об этом сказать или даже ну да это жизненный опыт но жизненный опыт набор жизненный опыт и называется взросление не ну что он делает он сидит просто ну да он просто сидит слить что-нибудь раз уж речь зашла зашла про отношения про девушек и так далее хочешь ли ты себе в будущем или в настоящем детей дети конечно будут чем я кажется понял типа он да 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 не он сидит для немых поясняет то есть вот это та 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 там переводит ну тогда есть свой прикол наверное не занимались вообще ну наверно тоже блогер ну как я а может их на а он его защищает понял 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 фанцу даже не на завод хочу дергается тогда типа готовится нападать или чё за прикол проешь нам не фанс отдают с 18 лет да может они не поют на фан сможет они пойдут в киберспорт почему ну потому что я так решил я им дам выбор дочь на завод сына но он лифан даймка вот на стороне сейчас защитника почему ты не защищаешь мне кажется что тут уже слишком много тупизны и два тупых блогера в одном кадре это слишком много так что 1 ну бля зачем так про меня то я не понимаю нужно выйти а можно я я тебя очень ничего не сделал по моему а выйду иван зола когда вы помоете голову не знаю тебе кажется что она масляная но на самом деле они не масляные я просто причем почесываю так голову свою чтобы быть более мудрее ваня вот и на детекторе лжи сказал что у тебя никогда не вставала пиписька твоя ты что тоже с этим сделал или это была ложь смотрел недавнюю серию короче этого безработного там учила писька не встала и знаете с одной стороны как бы короче последнюю серию безработного сделали вокруг того что чувака не встал пенис он сидела ревел у него была истерика и знаете вместо того чтобы угорать я реально сочувствовал ему и такой сижу я прям хотел бы дойти к нему сказать брат не переживай все будет хорошо я так болел за него там отвели в шлюшную я думал блять сейчас встанет не встал я такой думаю сука пиздец короче переживаю сейчас за него как за себя не в том плане что описка не встает а может в этом плане я не знаю а там была правда половину вопросов я вообще не понимал детектора я уже я не знаю это ну короче это самый грустный момент в аниме вообще не стесняйся не я думаю просто как сказать для кого таблетки созданы в аниме таблетки средневековье да я хуй знает там драконы братом не до таблеток там люди выжить пытаются просто йота улучшал разными каймами чтобы она это увеличил увеличилась так ваня если ты рассказываешь нам о том что ты такой гениальный сколько будет 2 плюс 2 умножить на 26 нет правильный ответ ты дал во него ты говорил ты хочешь себе девушку что она там будет работать фиг пойми где на заводе там он лифанс но ты вот а что ты сможешь дать своей девушке что-то вообще из себя представляешь что я смогу дать своей девушке ну радость милоту общение а куда-нибудь сводить вам блять им 10 временем шадоке какой-нибудь суши ван золо как-то поинтереснее ни одна нормальная девушка с тобой не будет не волнуйся будет главное не заглядывать в будущее потому что мы не умеем заглянуть мы не гадалки мы не роботы и просто сказал про милоту да можно смело ту но вот я тебя видел два раза получается до встречались эти два раза просто на улице идешь и рыгаешь ну отрыжкой ну то есть ты считаешь это нормально идти и просто на улице рыгать при всех людей ну не знаю я нога и по и всех людей почему-то никто до сих пор не бы канонами я стою все люди культурные и ты ну я не те ничего не говорят вот я решил прийти сюда и сказать не скажет получается ты не культурный потому что они забоятся они себя боятся они не забоятся они просто привыкли уже что они забоятся или привыкли люди уже привыкли что мир такой как он какой он есть то есть этот мир уже привык к тому что ты рыгаешь этот мир прогнил ну и не осталось нем ничего кроме страданий вообще до войны просто себя везде чувствуешь как дома иногда такое есть вань ты считаешься мужественным до обосной я хожу хожу например в качалку качаюсь например гантелями также это бегаю по дорожке о господи ребята мужественность нихрена не значит блять ладно нет по-другому скажу смотрите кто-то считает что мужественность это именно внешка когда ты умеешь ебать круто бить когда у тебя огромные мышцы ты можешь выйти на свет они будут блистать и все такие вау вот это гачи мэн на самом деле мужественность вот здесь ты можешь быть маленьким дрищом который ну с виду ничего себе не представляют но мужика делает мужиком именно что поступки вот тебе скажу они огромные банки у тебя на руке взехала видел без одежды джигный беремот конечно какая качалка я вижу всего 56 килограмм и я полтинник вешу я худой то есть мужество заключается те только тем то что ты ходишь в качалку нет не только в качалку а еще ну то что я вот смотрите вот написать батли дать территорию фнатика маленьким ребятам это называется поступок мужчины поэтому все в моем чате кто был написать батли они мужчины мы помогли маленьким потому что у нас есть сила понимаете ребята большой силой приходит великая ответственность надо помогать надо помогать людям если конечно не с марокко блять потому что марокко блять очень сильный иногда мы чем-то семью чем ты помогаешь другим ну родителям помогаю иногда чем ну там постирать что-нибудь пайка приготовить это мужество наверное то есть простые обязанности для тебя это как мужество что-то предполагаю что допустим я тоже могу стирать убираться помогать родителям и я мужественный от этого ты женственная или ты считаешь что это все обязанности девушки может быть девушки тоже могу помогать она ваня тут получается тоже женство это такой разговор и разговор ни о чем получается реально получается он типа женственный для такая тупая если я писаю сиди это значит что я мужественный или женственный такая как сидится вообще когда тебя просто реально все тут херачат но у меня же еще и также поеданные фанаты резные фанаты а то есть 1000 просмотров тик токи это 1000 преданных фанатов да да погоди я еще вырос то я просто сейчас дать его разливая чем в тупик и ушел какие у тебя средние просмотры в тик токи ваня средние посмотрев тик токи не в россии это 500 тысяч просмотров 500 тысяч я сейчас зайду в тик ток у тебя там средний 500 а у него ж ты возломный это сейчас просто хватит им на камеру говорит что тобой манипулируют и все такое когда ты сам манипулируешь людьми даже даника позвал только потому что у него большие просмотры я для одного просмотра я капец у него швена набухла я для одного вопроса внутри прямо сейчас 18000 15000 50 тысяч 50 и 80 30 50 80 100 70 900 200 для тебя 900 тысяч просмотров это мало взлетел для в тик токи просто что угодно может залететь средний у тебя на среднюю тебя где-то тысяч 50 70 то есть то что 6 видосов по 50 назвал те ощупь ну да да мне кажется короче ван зол думаешь если какой-то ролик залетел на миллион получается не все ролики набирает миллион я просто думаю идеи что снимать и подожди я вырасту я подожду ваня мы все верим в твою перспективу я верю в тебя хейтеры верит тебя потому что хейтер это самая преданная фанаты я считаю что ты достойно отбился как я считаю они меня удушнили удушнили тебя отдых восстановление после нашего шоу удушнили я чё-то уже реально задолбался ваня хочу тебя поблагодарить уже пришел на шоу вот не хочешь поблагодарить своих преданных фанатов хейтеров вот и за что я должен их благодарить за то что они они за тобой следят они тебя смотрят и хейт так же да ну что же дорогие друзья а вам я говорю спасибо большое пожалуйста тебе 100 тысяч рублей за то что я позвал его назову на стрим идиотом на чужих ошибках я не учусь воля из постели по похмельным субботам хоть все болит но не пойду врачу